Глубокий космос всегда привлекал любопытные умы человечества. Мы изучаем звезды через телескопы, отправляем зонды на далекие планеты, но даже представить себе не могли, что однажды столкнемся с настолько необъяснимым феноменом. Ученые наблюдали за краем нашей галактики, когда обнаружили нечто вовсе не вписывающееся в привычную картину космоса. Это была дверь. Обычная по виду, но находившаяся в пустоте космоса, она сразу же привлекла внимание исследователей со всего мира. Вопросы начали накапливаться. Из чего сделана дверь, как она там оказалась и кто, если кто-то вообще ее создал? Дверь явно не была останками никакого известного на Земле аппарата или спутника. Она висела в пространстве, будто ждала, чтобы ее открыли. Ученые незамедлительно приступили к анализу, пытаясь определить ее материал с помощью спектрального анализа. Результаты шокировали. Двери не соответствовало ни одному из известных элементов. Сигналы, которые исходили из местоположения двери, также не поддавались объяснению. Они не были радиоволнами или какими-либо известными видами излучений. Эти странные импульсы дразнили умы астрофизиков и инженеров, намекая на какие-то невообразимые технологии. Вопросы о ее происхождении и предназначении витали в воздухе, подогревая интерес ученых. Впредь дверь стала одной из самых загадочных находок в современной науке. Это уникальное явление поставило перед учеными кучу новых задач и вызовов. Смогут ли они заглянуть за эту таинственную завесу и раскрыть еще больше загадок Вселенной? Секреты, которые она скрывает, могут изменить нашу картину мира навсегда. Пока загадочная дверь продолжала держать в напряжении научное сообщество, еще одна особенность привлекала внимание исследователей. Из местоположения двери исходили необычные сигналы, которые не подходили ни под одну из известных классификаций. Эти сигналы не были ни радиоволнами, ни световыми импульсами, а скорее представляли собой совершенно новую форму коммуникации, не поддающуюся традиционным методам изучения. Интерес к этим сигналам быстро стал глобальным. Государственные агентства и частные исследовательские компании поспешили направить в этот уголок галактики свои самые продвинутые устройства. Антенны и детекторы фиксировали загадочные импульсы, которые свидетельствовали о возможном взаимодействии с неизвестной технологией или даже цивилизацией. Некоторые ученые выдвинули гипотезу о том, что сигналы могут быть своего рода маяком, призванным привлечь внимание развитых форм жизни. Однако их природа и назначения оставались неизвестными. Владение этой информацией предоставило бы человечеству невиданные возможности для изучения космоса, и тем более невероятным было то, что нынешний этап исследований всего лишь начальная стадия. Теоретики активно обдумывали варианты дешифровки сигналов и обсуждали, каким образом они могли бы взаимодействовать с пространственно-временным континуумом. Одновременно инженеры работали над созданием оборудования, способного установить более прямой контакт с этим таинственным объектом. Но что могло означать это взаимодействие и какой технологии требовалось, чтобы осветить эту тайну, оставалось покрытым мраком? Недалеко от двери, в лабораториях и на конференциях шли ожесточенные дебаты и разрабатывались планы на будущее. Распутать эту космическую загадку означало бы сделать огромный шаг в понимании устройства Вселенной и, возможно, поднять завесу на еще более захватывающие открытия, которые неумолимо ждут впереди. Что ученые увидели при первом осмотре? Ученые, очутившиеся лицом к лицу с таинственной дверью в космосе, были готовы на все, чтобы раскрыть ее секреты. Первое, что поймали их взгляды, — это материал, из которого она была сделана. На первый взгляд он казался металлическим, но ни одна из земных технологий не могла дать точного ответа, из чего он состоит. Даже самые чувствительные спектрометры, отправленные на изучение объекта, выдавали аномальные данные, заставляя ученых задумываться о возможности существования неизвестного элемента на периферии Вселенной. Дверь, похожая на абсолютно обычную, каким-то образом находилась в пространстве вакуума, вызывая всеобщее изумление. Как только космический зон приблизился достаточно близко, он начал передавать на Землю детализированные снимки. Эти изображения показали сложные, почти художественные узоры, покрывающие поверхность двери. Каждый узор представлял собой сложную, витиеватую геометрию, будто бы загадочную комбинацию символов, чего-то, чего не видел ни один человек прежде. Эти узоры породили новую волну вопросов. Была ли дверь создана разумной цивилизацией, и если да, то с какой целью? Научные и инженерные группы работали круглосуточно, чтобы обобщить данные и определить, каким образом дверь можно открыть безопасно. При этом ничто не указывало на наличие привычных ручек или замков. Анализ тепловой сигнатуры объекта тоже не давал ответа. Дверь оставалась холодной, как сам космос. Однако с помощью спектрального анализа были найдены странные энергетические аномалии. Это навело ученых на мысль о возможном наличии сложной системы защиты или даже способности двери взаимодействовать с окружающей средой. Эти открытия только подливали масла в огонь любопытства и стремление разгадать тайну. Исследователи осознавали, что эта дверь могла стать ключом к раскрытию не только космических, но и теоретических загадок Вселенной. Ведь если настоящая цивилизация стояла за ее созданием, значит есть надежда на взаимодействие. Наука и фантастика переплелись, предлагая невероятные возможности для будущего. На этом этапе главным вопросом оставалось, кто или что стояло за созданием этого загадочного артефакта и какие тайны скрывались за его поверхностью. Тайна загадочной двери в космосе подстегнула умы ученых к обсуждению возможных теорий ее происхождения. Многие предполагали, что перед нами портал, способный перенести нас в другую часть Вселенной или даже в параллельную реальность. Эта идея основана на теории множества миров, согласно которой дверь может быть мостом между нашей Вселенной и иной, недосягаемой обычными методами. Если это так, то дверь могла бы стать невероятным инструментом для изучения других измерений, предоставив человечеству возможность расширить горизонты своего познания. Однако другой лагерь ученых выступал с не менее интригующей гипотезой, что это, возможно, сложная иллюзия или даже искусственное устройство, созданное для передачи информации. Эта теория основывалась на анализе сложных узоров и энергетических аномалий, обнаруженных на поверхности двери. Они могли бы служить кодом или программой, которая открывает доступ к скрытым знаниям или даже технологии будущего. Вероятность того, что дверь является продуктом передовой инопланетной цивилизации, находила все больше сторонников в научных кругах. Существовали и менее популярные, но все равно рассматриваемые возможности. Например, дверь могла быть результатом естественного космического явления, реликтом древней звезды или уникальной гравитационной аномалией. Такие предположения, хотя и звучат невероятно, подчеркивают многообразие и загадочность Вселенной, которую мы только начинаем понимать. В научных сообществах активно обсуждали все эти теории, проводя круглосуточные исследования и обмен данными между лабораториями по всему миру. Пока ученые боролись с разгадкой происхождения двери, все оставалось покрыто завесой тайны. Как бы то ни было, дверь в космосе продолжала притягивать внимание и вдохновлять многих на поиски. Она стала символом неизведанного и неразгаданного, напоминая исследователям, что даже самая, казалось бы, простая загадка может открыть двери к невероятным открытиям. В этом кроется истинный смысл науки и человечества, стремление понять неизведанное и сделать шаг в неизвестность. Как только долгожданное разрешение было получено, началась подготовка к первой экспедиции. Научные и инженерные команды слаженно работали, чтобы создать космический корабль, способный дойти до таинственной двери. Каждый аспект миссии прорабатывался до мельчайших деталей, от безопасности до изучения потенциальных рисков и возможностей взаимодействия с объектом. Весь мир с замиранием следил за развитием событий, ведь впереди была настоящая научная одиссея. Этот смелый проект объединил несколько лучших умов человечества, которые понимали, что подобный шанс выпадает раз в жизни. Все было готово – экипаж, оборудование и средства связи с Землей. Запуск ракеты оказался успешным, и команда исследователей начала свое долгожданное путешествие в самое сердце тайны. Миссия была полностью автоматизирована, что позволило минимизировать риски и обеспечило непрерывный поток данных обратно на Землю. Через несколько недель путешествия корабль достиг своей цели. Вид загадочной двери, висящей в безвоздушном пространстве, завораживал и вызывал трепет. Экипаж начал сбор данных, отправляя их на Землю в реальном времени. Подробные изображения и показания приборов начали поступать, показывая детали, которые были невидимы с расстояния. Инженеры и ученые на Земле с волнением наблюдали, анализируя полученные результаты и обсуждая следующие шаги. Одним из самых захватывающих моментов стало использование роботизированной руки для анализа поверхности двери. Инструменты тщательно измерили параметры двери, зафиксировали ее плотность и температурные характеристики. Эти данные помогли ученым составить более полную картину о природе объекта, хотя до сих пор не удавалось определить его происхождение или истинное назначение. Все это лишь подогревало интерес к дальнейшим исследованиям. Экспедиция стала значимой вехой в истории исследования космоса. Каждое новое открытие, сделанное в ходе миссии, приближало человечество к раскрытию тайны двери. Весь проект вдохновлял не только научное сообщество, но и простых людей, напоминая о масштабах и тайнах Вселенной. Это исследование было только началом, обещая еще более удивительные открытия в будущем. Пока ученые продолжали исследования, двери в космосе обещали разгадать множество загадок реальности, которые до сих пор казались недосягаемыми. Представьте, что скрыто за этим порогом. Возможно, ответы на вопросы, которые человечество задает себе на протяжении тысячелетий. Проблески нового понимания времени, пространства или даже самого существования начали проявляться в ходе исследований. Теории, изучаемые учеными, варьировались от предполагаемых новых измерений до возможности существования альтернативных временных линий. Если дверь действительно являлась порталом, через нее можно было бы исследовать миры, которые даже самые смелые мечтатели не могли бы себе представить. Это не только открывало новые перспективы для изучения космоса, но и заставляло пересмотреть самые основы нашей науки и математики. Вопросы, которые когда-то считались чистой философией, теперь становились предметом физических исследований. Конечно, одной из самых интригующих возможностей было открытие новых форм энергии или технологий, которые могут полностью перевернуть наши представления о физике. В некоторых лабораториях уже начались эксперименты по воссозданию энергии, выявленных вокруг двери. Если удастся выяснить, как эти силы взаимодействуют с нашей реальностью, то это может дать толчок к новым технологическим прорывам и даже к созданию устройств, способных использовать космическую энергию. Тем временем ученые продолжали расшифровывать таинственные узоры на поверхности двери. Некоторые специалисты всерьез полагали, что они содержат зашифрованные математические формулы или даже послания от иных видов жизни. Эти исследования требовали комплексного междисциплинарного подхода, объединяя усилия лингвистов, математиков и физиков для создания единой стратегии расшифровки. Шаг за шагом человечество приближалось к новым граням познания. Каждое новое открытие было шагом к новой эре научных открытий. Космическая дверь обещала разгадать многие тайны, которые раньше казались недостижимыми. Это было невероятное время для тех, кто стремился заглянуть за грань известного и сделать великие открытия, которые повлияют на будущее человечества. Ожидание, связанное с космической дверью, привело ученых к размышлениям о возможности ее связи с параллельными вселенными. Эта гипотеза была основана на теории множества миров, которую развивают физики на протяжении нескольких десятилетий. Если дверь действительно является порталом, это может означать, что за ней скрываются миры, параллельные нашему. Впервые идея о том, что наша Вселенная не единственна, получила столь весомое подтверждение, пусть и не прямое. В этом свете дверь стала объектом пристального внимания и вдохновения. В лабораториях по всему миру началась разработка новых моделей, призванных объяснить, как такая дверь могла бы функционировать. Физики и инженеры совместно работали над созданием симуляции, пытаясь понять возможные принципы работы такого портала. Это требовало пересмотра известных законов физики и создания новых концептуальных моделей, которые могли бы объяснить взаимодействие нашей Вселенной с другими измерениями. Экспериментальные установки, построенные в крупнейших исследовательских центрах, начали тестировать гипотезу о возможности перехода между мирами через такой портал. Ученые осознавали, что если дверь действительно ведет в параллельную Вселенную, это может открыть невероятные перспективы для изучения законов физики, новых форм материи и, возможно, даже неизвестных форм жизни. Новые технологии и методы исследований начали разрабатываться для изучения феномена двери. Они включали в себя более чувствительные детекторы, которые могли бы фиксировать даже малейшие колебания энергии, и роботизированные системы, способные взаимодействовать с дверью на безопасном расстоянии. Исследования продолжались, и перед учеными открылись новые горизонты. Их цель была ясна — раскрыть тайну двери и, возможно, получить доступ к новому пониманию Вселенной и ее многомерной природы. Человечество стояло у порога величайшего открытия в истории, и каждый шаг в этом направлении приближал нас к непостижимому пониманию нашей роли в этом бескрайнем космическом пространстве. Человечество сейчас стоит у порога величайших открытий, связанных с загадочной дверью в космосе. Это открытие вдохновило множество исследователей по всему миру на разработку новых технологий и изучение необычных явлений. Ученые и инженеры из разных стран объединили усилия, чтобы создать системы и устройства, которые могли бы помочь разгадать тайну двери. Они уже разрабатывают множество новых методов исследований и технологий, которые могли бы предложить уникальные возможности для взаимодействия с космическим объектом. Технологические компании начали проводить свои собственные эксперименты, чтобы собрать как можно больше данных о природе двери. Ведутся работы по созданию новых сенсоров и детекторов, способных улавливать невидимые человеческому глазу энергетические колебания. В лабораториях начали появляться прототипы новых роботов и автоматических систем, которые могут взаимодействовать с объектом на расстоянии. Эти разработки обещают не только разгадать загадки двери, но и значительно продвинуть вперед современные науки и технологии. В то же время правительственные агентства и частные исследовательские команды активно обсуждают планы будущих миссий к двери. Они разрабатывают стратегии и определяют приоритеты, чтобы обеспечить безопасность и эффективность будущих экспедиций. Выстраиваются международные консорциумы, которые координируют свою работу для достижения общих целей. Каждый день приносят новые открытия, доставленные с помощью космических зондов и автоматизированных систем, контент которых тщательно анализируется учеными по всему миру. Научные и инженерные сообщества рассчитывают, что дверь откроет путь к новым, ранее недоступным областям знаний. Возможные открытия могут включать в себя новые формы энергии, технологии и даже новые области физики. Эти захватывающие перспективы уже начали влиять на стратегическое планирование и развитие научных исследований на глобальном уровне. Человечество, вдохновленное этими возможностями, стремится использовать предоставленный шанс для выполнения величайшего в истории научного открытия. С каждым днем дверь в космосе становится не только символом загадки, но и путеводной звездой научного прогресса и будущих достижений.